друзья смотрите утром постучались в двери и принесли мне ваш свежий кофе кашку прям так по-домашнему ваш какой вкусный я всем привет вышла в промзону свою попробую пройтись вам показать вот видите я выхожу с отеля вот этот дом улица это все центрально уже идет меня так все смотрят почему-то прям так неприятно вот что я вам хочу первое сказать два дня я пью таблетки от головы первый день я выпива думаю ну может самолета не выспалась что-то голова болит вчера вечером прихожу и понимаю что я хочу еще выпить таблетку цитрамончика второй день у меня болит голова и потом я залезла в интернет и думаю дай к я посмотрю что горит у нас тут в бишкеке и вы представляете оказывается вот такая обстановка здесь каждую зиму это якобы от машин газы и вот якобы это все стоит вот так вот и никуда не рассеивается я такая прочитала думаю господи да тут три машины ездит ну реально это столица ведь киргизия и бишкек и тут ездят на дорогах три машины и какая загазованность и запах то такой гарри и это у них представляете каждый год они в этом живут я была в шоке потом вчера еще прочитала что сейчас закон сделали и нельзя вывозить больше пяти тысяч долларов потому что видимо сюда приезжают ну кто россияне и они карточки делают и меняет их суммы на доллары и вывозят в общем вот вот тут вот ответь я и пойду дальше что-то не хочу вот тут это все гостиница в таком виде и получается что все сейчас перекрыли на правда такие суммы что ли вывозили ну может быть скупщики можно возить только пять тысяч долларов не резидентом а резидентом 10 и я сейчас слушала с утра начала тамару глоба я и в прошлый раз слушаю я вообще как бы к этому так отношусь ну как многие наверно а что-то знаете тот раз у надежды стрелец послушала мне вообще нравится как она ведет спокойная грамотная все полностью погружается собеседника своего подноготную много что знает вообще конечно такая умная женщина ну не зря она такие должности занимала и она делает второй раз интервью вот с тамарой глобой и она сказала что сейчас нужно торопиться вы уезжать потому что по моему два с половиной года она сказала сейчас будут страны закрываться эти гостевой дом и страны стаж и страны начнут как бы беречь себя от эмигрантов и уже будут закрываться поэтому нужно как бы ну торопиться она сказала что ли и вот сейчас еще приду дослушаю и вот маты очень интересно конечно так пошла я отсюда так неприятно так поближе где вот люди уже ходят как-то не так стремно не так на меня смотрят хотя вот смотрите глаз не сводит с меня не на меня вот видите вот вот я отсюда пришла вот мы и все тут центральная улица а вот там оказывается базар вот буквально за перекрестком вот и я вчера еще такая думаю посмотрю что тут можно посмотреть нашла орел и решка программу куда они тут ездили и поняла что вообще никуда не поедешь и не знаю конечно правда нет там ноги киргизы возмущались такой позорный стремный выпуск знаете как садистский прям был вот реально потому что сначала там баранов прямо зарезали знаете голову его ели но мы все равно к этому непривычные вообще там мозг язык небо знаете прямо я даже пролистывала не могла это смотреть потом следующая ястреба или кого-то направили на охоту на лесу и он прямо поймал и знаете ел живую эту лесу но специально раз это тур был ее естественно выпустили и это бедные лисы вообще шансов не было на выживание ну тоже такое прямо очень жестокая я думаю не конечно традиции это не по мне так скажем такое все свежее вообще пекут прям в этих в печах свежак вот эти вчера были и все я что-то посмотрела их давай другую передачу веселительную смотреть чтобы у меня забылась даже это обычно с таким интересом смотришь до разных странах а тут у меня прям так не тяжело было вот в общем никуда особо и не поедешь не час смотри сейчас придусь на базар сегодня вторник может быть он открыт сегодня вторник вот рынок открыт кожу базар кошки базар так что посмотрю что там на я почитала что там можно купить сухофрукты все говорят учетом нет вообще не надо так полюбопытничать люди очень конечно одеты все скромно очень скромно не знаю найти как узнать как живут простые люди на я прочитала что каждый пятый за гранью нищеты бишкеки трудно так сориентироваться как люди живут где где у них жилье может где-нибудь знаете там в коммуналках все живут в жутких я не знакома ни с кем местным вот так как турист смотрю все так ну вот там как будто бы рынок этот ага спасибо здрасте вот там как будто бы как оптовый рынок у нас кировский то же самое все так дискомфортно мне еще раз повторюсь во первых снимать и на меня смотрят потом ходить с телефоном мне кажется вырвут у меня здесь такое постоянно так надо в отель уйти что-то в отель охота уйти обычно когда ты путешествуешь ты пока ноги уже не отнимутся ты все ходишь тебе не хочется обратно возвращаться это вот это представление очень нравится чем не подходить и в итоге не прямо манит манит номер вместо где я себя чувствую сохранной понимаете не знаю может это обманчиво конечно но тем не менее вот у меня такие чувства грибы какие-то потом тут конскую колбасу продают я вообще такой не могу есть как-то голову барана конскую колбасу собачатину где-то я читала даже дают что не помню здесь или где-то выпечка классно сегодня утром и лаваш то принесли он такой свежий был классная выпечка мне кажется вкусная вообще разноцветная до хворост на хворост видите в основном сухофрукты вчера я купила все замерзшие тут тоже холодно мандарины бы убить ими можно если в голову попадет он вообще промерзшие все не были потому что видите на улице продают естественно то это они все перемерзшие так ну все понятно в принципе убираю телефон где-то чуть не удивляю ну и и и и и